Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют В тот день детектив Игорь Лукин пришел на ежегодный профилактический осмотр К своему участковому терапевту доктору Анохину Одевайтесь, Игорь Петрович Все в порядке, хоть сейчас в космос Спасибо, Евгений Дмитриевич, вашими молитвами В чем дело? Что вы себе позволяете? У меня прием Прием сейчас будет у меня, следователь УВД Инин Петр Викторович Постановление на обыск Болен не смертельно, посиди будешь понятым Так в чем все-таки дело? Дело в том, господин Анохин, что вы подозреваетесь в краже у граждан Котовых Сумма похищенного, по словам потерпевших, составляет 700 тысяч рублей Плюс золотичка дешевенькая, бижутерия О! Ну-ка! Ну-ка! Понятой, видели, откуда все это выпало? Сейчас будем оформлять Я не понимаю, откуда это? Я тебе сейчас объясню, откуда Прекратите со мной разговаривать таким тоном Игорь Петрович, будьте, пожалуйста, свидетелем Вы видели, как он со мной разговаривает? Как будто я осужденный преступник Евгений Михайлович, не только свидетелем буду Постараюсь оказать помощь, какую смогу Тем более, что обыск проводился с явным нарушением законодательства Все-таки добились своего, господин детектив А как же Вот, пожалуйста, договор на оказание юридических услуг Гражданину Анохину Ну что, теперь поговорим спокойно, как коллега с коллегой Ладно, спрашиваю, что тебе там непонятно Ну, во-первых, мне непонятно Почему в краже подозревает именно моего клиент? Кроме потерпевших, ключи были только у Анохина Откуда у него эти ключи? Понимаешь, у этих Котовых в семье одни тетки Бабка, мать, внучка, подросток Так вот, доктор встречался с матерью, Анной Котовой Отсюда и ключи Плюс соседка видела, что он заходил в квартиру Точно зная, что там никого нет Ну, откуда он мог это знать? Мы установили, что бабку Котову специально выманили из квартиры Позвонили типа из ДЭЗа Мол, не придете, газ отключим А Котовы в этой квартире живут всего два месяца Бабка Божья, дуванчик, ничего не соображает Ну, а кто звонил, откуда, известно? Звонили на городской с таксофона Кто звонил, установить не удалось Короче, мы твоего Анохина по совокупности А ушел бы с кабинета и все подтвердил Да, но я так понимаю, деньги-то нашли не все Не все, двадцать тысяч всего Слушай, а зачем тебе это надо? Думаешь, лепилу отмазать и бабло поделить? Так не получится Я-то деньги найду, а его закрою Да уж больно хорош лепила Лет десять я к нему хожу, как видишь, жив Ну, если серьезно, жаль мужика Не верю ее, что Анохин мог украсть Ладно, свидание-то разрешишь Или сорок восемь часов заставишь ждать Ну, ты же сам знаешь Свидание задержанным не положено Ну, могу устроить очную ставку Без протокола Согласен Да не крал я этих денег Ерунда какая-то, ей-богу Вы Котовы давно знаете? Да около года уже Зои Васильевны плохо стало в магазине Я скорую вызвал и первую помощь оказал Ну, а потом уже в больнице с Анечкой познакомился Влюбился У вас действительно были ключи от квартиры Котова? Ну, да, Анечка сама мне их дала Чтобы я за Зоей Васильевной приглядывал Это же мой участок Я постоянно на вызовах Последний вызов к кому был? Маргарита Валова Она на этаже в Ушикотовых живет Девушка на моих глазах буквально в обморок падала Слабость какая-то, кашель сухой А в котором часу вы от нее вышли? Да я не могу точно сказать Ну, значит, сегодня у вас прием в поликлинике начался в 16 часов Да-да-да Минут 20 я был у Валовой Потом спустился Позвонил Котовым Дверь никто не открыл Ну, правильно, Анечка на работе же Галина в школе, видимо, была Я что-то заволновался И воспользовались своим ключом? Ну, да Открыл дверь, вошел И удивительно, что Зои Васильевны дома не было Почему вас это удивило? Ну, Зоя Васильевна после инфаркта Она из дома никуда не выходила На деньгах сидела У нее деньги под подушкой были Она их караулила Так вы что же? Знали, что у Котовых есть такая сумма И даже знали, где они ее хранят? Да, конечно, знал Детектив Лукин поручил помощникам Собрать информацию на фигурантов дела Анохин перед законом чист, как стекло Да и врач вроде он хороший Судя по отзывам Слушай, Наташа, как ты думаешь? А не могли Котовы сами организовать у себя кражу в квартире Чтобы подставить Анохина? Все равно, с другой стороны, зачем это нужно, да? Так, а что там у нас по Анне Котовой С которой мутил наш клиент? Ну, она замдиректор детского дома Мать-одиночка Вы знаете, откуда у Котовых такие деньги? Пару месяцев назад они продали трешку на Росковой Переехали в однушку А деньги им нужны, чтобы оплатить обучение дочери В престижном коммерческом вузе в Москве В Москве? Ну да, в финансовой академии Ничего себе Трешку продали, а переехали в однушку Чего ты украть детей не сделаешь? Да, вот только деньги они почему-то в банк не отнесли А я знаю почему Потому что Анну Котову обвинили в растрате 800 тысяч рублей Которые спонсоры выделили на ремонт в детском доме Ну и, как я понимаю, она хотела эти деньги пустить на погашение растраты Ну, очевидно так Ладно, я к потерпевшим Я, я во всем виновата, я Мамочка, перестань Не хватало нам еще второго инфаркта Добрый день Моя фамилия Лукина, это я вам звонил Позвольте войти Да, да, конечно Мамочка, тебе полежать надо Молодой человек, молодой человек, послушайте Это я, дура старая, во всем виновата, да Позвонили они, эти воры, представляете А теперь Анечку мою в тюрьму А вы что? Может, и правда, это Анохин вот взял и втюрся так этим доверием Давайте-ка мне все подробно расскажете А там посмотрим Вот здесь, вот здесь, вот здесь я деньги и хранила Вот, а когда вернулась, денег-то и нет А? Ба, да все уже, успокойся ты Украли наши денежки Мам Ну, как ты теперь, а? Я нашла строителей, которые подешевле Сделают в детском доме ремонт Они мошенниками оказались Их, конечно, и ищут, но Следователь подозревает, что я с ними в сговоре Директора было в отпуске в это время Вот, получается, я виноват Ну, да, я понимаю Вы мне не верите? Да мы всю жизнь мечтали Чтобы Галочка училась в Москве Получила престижную профессию Мы даже квартиру для этого продали Стала бы я это делать, если бы уже украла Я все прекрасно понимаю Но давайте мы для начала разберемся С кражей денег у вас Пройдемте на кухню Галочкой заниматься надо Конечно К детективу Лукину обратился Евгений Анохин Доктора подозревают в краже крупной суммы денег Из дома его близкой знакомой Анны Котовой Анна продала большую квартиру в центре И перебралась с семьей в однокомнатную Деньги нужны были на оплату учебы в московском вузе Ее дочери Галины Присажайтесь Спасибо Это я дура старая во всем виновата Испугалась, думаю, как я через весь двор В ДЭС с такими-то деньжищами пойду Вот я оставила их дома Не, ну вы не волнуйтесь Все правильно сделали Думала, зайду туда, быстренько покажу книжки За час управлюсь и все Пришла И очередь отстояла И вдруг мне говорят, что никто-то и не звонил Вот тут я и почуяла что-то неладное Бегом домой Ног под собой не чую Пришла А денег-то нет Анохин нашу бабушку хорошо знает Она всегда боялась, что нас обманут Даже когда мы квартиру продавали Он точно знал, что она в ДЭС по-любому рванет Я не верю Я не верю, что это Женя Мам, ну какая ты у меня наивная, а? Ну зачем ты ему ключи от квартиры дала? Это из-за меня на ключи-то Анохину дала, моя ласточка Итак, Котовы продают квартиру И хотят отправить Галину учиться в Москву Но не успевают Анну обвиняют в растрате Таким образом, деньги лежат дома И речь идет уже не об образовании Галины А о спасении Анны И деньги исчезают Теперь вопрос Кто взял деньги? Тот, у кого были ключи Кто знал, что деньги лежат в квартире И каким образом можно выманить бабулю из дома И еще кто был в курсе, что Анны и Галины в этот момент не было дома Увы Наш клиент пока наиболее точно подходит под это описание Детектив Лукин решил поговорить с соседкой Которая видела, как Анохин входил к Котову Ой, а вы кто? Здравствуйте Здрасте Я частный детектив Лукин Игорь Петрович Пару вопросов можно задать? Пожалуйста, конечно Я, правда, уборку затеяла Ну, проходите в прихожую сюда Ну, если вы не боитесь Да, проходите Нет, нормально Я вам сразу скажу Вот, чтобы Анохин пошел на такое Ну, для меня это очень странно Он и в школе был таким добрым, хорошим, замечательным Поэтому, ну, не знаю Видимо, действительно В тихом омоте черти водится А вы что ж, давно его знаете? Ну, говорю же, со школы Ну, в общем, очень странно, что он мог такое Ну, хотя, если вдуматься Так что же, если вдуматься Ну, что, что Ой, извините, чайник Сейчас, пару секунд Буквально, секунду Мама Он же нас обокрала Ты ему передачку понесешь? Никуда ты не пойдешь Он же тебя обманул Галочка, я тебя прошу Иди домой Ну, иди к своему Анохину Ой, извините Так, во сколько, вы говорите Евгений Анохин зашел в квартиру Котовых? Ну, ровно в 14 часов Я так и следователю сказала Закончился мой любимый сериал Потом новости пошли И я решила в магазин сбегать Дверь открываю, смотрю Анохин к Котовым заходит Понятно Да, Игорь Петрович, поняла Хорошо, на связи В общем, даже если Анохина не крал этих денег Все равно доказать, что он невиновен Ну, просто нереально Если сейчас мы не можем доказать, что клиент невиновен Нужно продолжить И найти того, кто действительно виновен Игорь Петрович просил пробить соседку Котовых, Инну Он увидел у нее в квартире фотографию Анохину Посмотри Ага Здравствуйте А Маргарита Валова здесь живет? Да, это я Вам же лучше Ой, да нет Я еще болею Просто дел так много А вы, типа, из полиции? Нет Но мыслите вы В верном направлении Я по поводу Котовых, которых обокрали А, давайте я вам все быстренько расскажу Значит, Анохин Приходил ко мне Мне очень плохо было, правда Во сколько пришел? Во сколько ушел? Он от меня в час ушел Точно? В час? Ну, конечно Я спала, пока он не пришел Что, так плохо было? Угу Я даже дверь держала открытой Думала, не дойду Но он, конечно, позвонил мне перед посещением А во сколько позвонил? Ну, минут за пять Да вы сами посмотрите Да вы сами посмотрите Так, сейчас Вот, смотрите В 12.36 он позвонил Ну, минут через пять пришел Побыл Около 20 минут и уехал А в час, видите, мне уже подруга позвонила Ну, типа, узнать, как я Так что В час его уже не было Скажите, а вообще вы с Котовым знакомы? Это с теми, которые он обокрал А, да не особо Ну, приехали там Мама, дочка Еще бабушка у них, по-моему, есть Ну, я даже не видела ни разу Ну, я пошла Смотри, какая странная ситуация Соседка Инна утверждает, что Анохин Входил к Котовым в два часа дня Однако После разговора с Ритой Игорь Петрович выяснил Что Анохин вышел от Риты в час дня Да что же он делал целый час? Почему следователь на это внимание не обратил? Не, ну это как раз понятно У него в сейфе железные улики Что ему обращать внимание на всякие частности Здесь явно кто-то врет Или что-то путает Только вопрос, зачем? О, вот, кажется, и ответ Смотри, здесь инфа о соседке Инне Скоробогатовой Я обожаю социальные сети Здесь столько информации Ого, даже так? Ага Игорь Петрович, а мы как раз собирались вам звонить Дело в том, что Анохин с Инной Подавали заявление в ЗАГС Ну, правда, это было год назад Очень любопытно Спасибо за информацию Но сейчас нужно понаблюдать за другой соседкой Котовых Это Рита Валова Так что выдвигайтесь Скажите, Евгений У вас что-нибудь связывают с Инной Скоробогатовой? А этот-то тут при чем? Ну, да, мы были близки И какое-то время Даже пожениться хотели Заявление в ЗАГС подали Если честно, нас со школы парой считали Но потом Инка замуж выскочила Через полгода развелась Мы как-то встретились, пообщались И после этого стали жить вместе Ну и? Ну и заявление из ЗАГСа забрали И решили, что лучше быть друзьями Значит, чисто теоретически мотив у нее был Ладно, давайте выясним главное Вы свой чемоданчик где-нибудь из рук выпускали? Да нет, нет, нет Хотя, постойте У двери Котовых я стал искать ключи Открыл дверь, вошел Ну да, а чемоданчик перед дверью остался А в квартире Риты Валовой? Он постоянно был в комнате Хотя минутку Рите стало плохо И она попросила меня Сделать ей чай с лимоном Тем временем Наташа и Егор Приехали во двор дома Где проживали Котовы и Рита Валова Ну, я вышел в кухню Ну, минут пять, не больше Пока чайник вскипел Пока я лимон порезал Ну, вы понимаете Значит, чемоданчик выпускали из рук дважды Возле квартиры Котовых и в квартире Валовой Ну да Вы случайно не знаете, как Котовые эту квартиру нашли? Так, я им помог В этой квартире сначала старичок жил Мой пациент Инна, кстати, за ним ухаживала Он какой-то родственник И ключи у нее были А потом старичок умер А сын его решил квартиру по-быстрому продать И подешевле вроде как И я предложил Ане этот вариант Что ж вы мне раньше-то ничего не сказали? Про что? Про старичка? Про Инну? Про что? Про Валову? Да про все! Про все сразу! К детективу Лукино обратился Евгений Анохин Доктор подозревает в краже крупной суммы денег Из дома его близкой знакомой Анны Котовой Деньги нужны были на оплату учебы дочери Галины Но потом было решено употребить их на погашение растраты В которой несправедливо обвиняли Анну Ой, я так рада, что вы снова А что вы ищете? Это ключи от вашей квартиры? Ну да А где ключи от квартиры Котовых? Котовых? Да вы что, у меня их нет Ну, был ключ от старого замка, но я давно Анне отдала Они новой врезали замок-то А что вы себе позволяете? Я еще зайду Игорь Петрович, представляете мне, к Жене не пустили Ну, правильно, с задержанными свидания запрещены Я вас очень прошу, помогите мне, маму говорить Отказаться от заявления Ну, скажем, скажем, что деньги нашлись Аня, скажите, соседка ваша Инна вам вернула ключ от вашей квартиры? Да, конечно А смысл? Мы замок сразу поменяли, как только въехали А что случилось? Да случилось то, что мы вернулись к тому, с чего начали И опять все упирается в Анохина Женя? Я не верю Да я тоже не верю Вот что, кофейком не угостите Надо посидеть, все обмозговать хорошенько Да, пройдемте на кухню, а то у мамы дневной сон О, извините Да Алло, Игорь Петрович В общем, Рита пошла домой и встретила с какой-то девушкой Они сейчас в парке Да, мы неподалеку Блин, зря я вчера в клуб не пошла Я вчера там с одной клевой бабой познакомилась вообще Но она как бы сама отсюда, а сейчас в Москве И у нее связи есть на телеке Че, реально? Ну, типа да Как только я в Москву переберусь, она меня сразу же на кастинг отведет А меня возьмешь? Не вопрос Ой, а еще она мне дала визитку Ну, чтобы хату снять без процентов агентству Ой, блин Прикинь, эсэмэска от родителей Че им от меня надо опять? Ну, я пошла Ладно Держи Ну, давай А я тогда в библиотеку Игорь Петрович Насколько мы поняли Девушке знакомые не первый день А та, которая Рита, совсем не больная Сейчас я вам видео скину Извините, деловой звонок Значит, вы говорите, что Галя сама приняла решение поступать в финансовую академию Да Это очень престижная и перспективная профессия Она у нас девочка очень умная Все прекрасно понимает Мама, ты чего скачала? Да больно страшно-то лежать и думать, что будет Я уже внучку свою в актрисах видела Или экономистом В каких актрисах? Ну, она в последнее время меня просто спрашивала Ба, может мне не поступать в финансовую академию? Может я в театральный буду поступать? Я сказала, нет Мама не велит Да и профессия вольная, ненадежная Понятно, откуда взялся Шекспир? Мама, Галка хотела поступать в академию Ой, да что теперь говорить Не будет Галки нашей ни театра, ни кино, ни финансов Ну что, поговорил я с классной руководительницей Галей Котовой Позавчера она отпросилась с двух последних уроков И из школы ушла в половине первого Есть одна идея Сейчас запустим поиск Это ты о чем? Ну, сейчас есть такая услуга Денежные переводы через мобильный телефон Ну Попробуем Есть Рита Валова сегодня перечислила 50 тысяч рублей на какой-то московский номер Вопрос, откуда у нее такие деньги? Ясно откуда И что же нам теперь делать? Наталья, ты молодчина Есть у меня один план, Егор, собирайся Да нет, командир Камера исправна Сбоев нет А что здесь происходит? Какие камеры? Галя, очень хорошо, что вы пришли Да я пытаюсь понять, как же вы разменулись с доктором Анохином? Ведь согласно версии вашей подруги Он к вам пришел не в 14 часов, а в час А вы ушли из школы с двух последних уроков Значит, тоже в час заходили к себе в квартиру Я не входила Ну вот видите, камера ваша все-таки испорчена Я же говорю, камера исправна Если зафиксировано, что входила, значит входила Это же тоже получается Когда вас обокрали, вы находились дома Ну, я заходила ненадолго Взяли деньги и подняли к своей подруге А украшения и 20 тысяч Анохину в чемоданчик вы подложили? Или это Рита сделала? Я так понимаю, оставшиеся деньги до сих пор у Риты Пойдем Пойдем, пойдем, пойдем Это Ритка Это все Ритка Это она все придумала Она говорила, зачем тебе этот финансовый А я и сама не хотела А потом мать сказала, что я вообще никуда не поеду И ни в какую Москву И Ритка, она... Что Ритка? Ритка предложила обократь собственную семью, да? Ритка знала, что у вас дома такие деньги хранятся Да пошли вы все к черту! Все слышите? Я все равно уеду в Москву! Мне наплевать! Что за крик? Что случилось, а? Ничего, мама, эта галочка репетирует А хорошая актриса из вас не получится Фальшивитель Уголовное дело в отношении доктора Анохина было прекращено Галина поступила в местный институт культуры Анна вышла замуж за Евгения Анохина Анахиньева Да! Анахиньева Анахиньева Анахиньев